Тамаре Гверцетелле 18 января исполняется 60 лет. Она всю жизнь находилась в попытках соединить две роли – популярной артистки и хранительницы очага. И ей до сих пор удается оставаться одной из самых топовых певиц. Но правда ли, что ради этого она пожертвовала женским счастьем? Ее карьера на сцене началась уже в 9 лет, когда маленькая Тома выступала с детским ансамблем Мзиури. И уже больше полувека она не перестает петь. Мало того, делится своим опытом с другими молодыми исполнителями. Она принимала участие в разных шоу – «Две звезды», «Голоса страны», «Голос 60+.» Все уверены, что талант Тамары безграничен. Но нашлось ли в ее жизни место для настоящей любви? О замужестве она задумалась только когда окончила консерваторию. Режиссер Георгий Кахабришвили был на 15 лет старше, и она влюбилась с первого взгляда. Они поженились, а спустя два года у них родился сын Сандро. Вскоре артистку позвали во Францию давать концерты с Мишелем Леграном. Но чувства на сцене никогда не переходили в жизнь. Измена на себе не позволила. При этом брак все равно распался, не выдержал испытания расстоянием, когда Тамара решила жить в Москве, чтобы Сандро учился в столичной школе. Муж не захотел уезжать из Тбилиси. А вскоре в Нью-Йорке она встретила адвоката Дмитрия. Уже через несколько месяцев Тамара переехала к нему в Бостон. Она часто летала в Москву, давала концерты. Любимый все понимал и терпел долгие разлуки. Сын в это время учился в школе, но в один из дней счастье рухнуло. У Дмитрия остановилось сердце. Артистке казалось, что жизнь закончилась. К счастью, пережить этот страшный период ей помогла работа. Она пыталась по инерции жить дальше и даже вышла замуж за кардиохирурга. Но супруги оказались слишком разными и вскоре развелись. Борису Корчевникову в интервью Тамара как-то сказала, лучше было бы, если бы меня не было в его жизни, а его в моей. А в ноябре прошлого года артистка потеряла еще одного очень близкого человека – папу. Теперь в ее жизни остался только один любимый мужчина – Сандро. Он получил образование в США и Лондоне, увлекается наукой и строит свою карьеру, а вот семьей обзаводиться пока что не спешит. Тамара принимает его выбор, хоть и признается, что давно уже мечтает понянчить внуков. Пожелаем ей, чтобы ее мечта сбылась. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!